Хей ю, всем шар! Задумывались ли вы, как важно, чтобы ваша игра была сделана качественно не только с точки зрения технического состояния, но и со стороны визуала? Ведь как бы игра не была сделана под капотом, нужно уметь ее преподнести, дабы игрок заинтересовался ей. Бесспорно, преимущественно визуал ложится на плечи художников, аниматоров и так далее. Однако мы, как программисты, тоже имеем свои козыри на этой стороне и можем даже в одиночку добиться неплохих результатов, используя правильные инструменты и проявив немного креатива. Я считаю, что разработчики должны уметь создавать игры, а не просто писать код. Именно поэтому сегодня мы начнем изучать один из подобных инструментов — DoTwin. Наверное, самый популярный на данный момент пакет для анимаций с помощью кода. Это будет небольшая серия уроков из трех частей, в ходе которых мы разберем основы работы с этим пакетом, использование коллбеков, совмещение с курутинами, способы оптимизации, а также дойдем до более продвинутых вариантов использования с помощью тасок и асинхронщины. Так что, думаю, эта серия уроков будет очень полезна как для начинающих ребят, так уже и для тертых калачей. С вас, как всегда, лайк и подписка, если нравится данная затея, а я начинаю. Вот у меня чистый проект, и, кстати, его я выложу у себя в телеграм-канале по ссылочке в описании, если вам интересно будет потыкаться в нем самостоятельно. И давайте-ка установим, собственно, сам пакет DoTwin. Делается это очень просто. В Unity Asset Store надо добавить пакет DoTwin и далее просто импортировать его через пакетный менеджер. Однако после импорта у вас вылезет небольшое окошечко, в котором надо будет открыть DoTwin панель, далее нажать зеленую кнопочку Setup DoTwin, дождаться завершения процесса компиляции и нажать Apply. Но перед этим разве что можно убрать, например, модуль Physics 2D, если вы работаете с 3D-проектом. Это надо, чтобы DoTwin установил нужные модули для возможности анимировать те или иные компоненты в Unity. Все? Поздравляю! Меньше чем за минуту вы стали счастливым обладателем этого замечательного пакета и теперь готовы к его использованию. Для начала давайте буквально полторы минутки уделим тому, чтобы познакомиться с базой. То есть на примере кубика посмотрим вообще, что из себя представляет пакет, а дальше пойдем уже к более практическим вещам. Значит я подготовил вот такую сцену и сейчас мы будем программно анимировать нашего кубического друга. Поэтому давайте просто перейдем к коду и попробуем что-нибудь наконец сделать. Если что, все необходимые нам штучки находятся в namespace DigiTwinning. Далее надо понимать, что этот пакет нам предоставляет ряд методов для того, чтобы мы могли программно анимировать параметры некоторых компонентов, которые нам предоставляет собственно Unity. Например, мы можем анимировать параметр позиции у трансформа, там прозрачность канвас-группы на UI или даже какой-нибудь цвет у материала и так далее. Давайте взглянем, например, с трансформом. Я сделал тут поле transform и хочу, чтобы по нажатию на кнопочку F этот объект плавно переместился в какую-нибудь позицию по иксу из текущей. Так вот, я могу обратиться к трансформу и написать do. И вылезет ряд методов, которых раньше не было. Это как раз методы для анимации и почти все методы начинаются как раз с do для удобства, так что вы не запутаетесь. И как вы понимаете, для каждого компонента добавились свои подобные методы. Ну, почти для каждого. Нам подойдет doMoveX, где мы должны указать конечное значение параметра x и длительность анимации. Отлично. Этот метод возвращает нам объект типа Twin. Это базовый класс, который олицетворяет вот такие программные твины как раз. И мы дальше уже в целом можем этот твин запомнить при необходимости, остановить там если надо, запустить и так далее. Однако при базовых настройках твин начинает автоматически работать после создания. Поэтому нам не нужно делать каких-то дополнительных действий. Отлично. Давайте запустим игру и проверим это дело. Как видите, наш квадратик начал плавно перемещаться в конечную точку из текущей. Супер. Однако, если я попытаюсь повторно нажать на кнопочку анимации, то она не начнет проигрываться заново. Ну и это логично, ведь мы просто указали, что должны перейти к конечному параметру из текущего. Поэтому и получаем такое поведение. Но, если нам хочется, чтобы анимация начиналась с какого-то конкретного значения, то мы можем сделать это с помощью метода from. И, кстати, всю эту запись можно сделать короче, вызвав методы через точку. И вот теперь твин постоянно будет начинаться из нуля по иксу и стремиться к конечной точке. И, пользуясь случаем, хочу пригласить вас присоединиться к нашему большому сообществу разработчиков в Телеграм-канале. В нем вы сможете общаться с единомышленниками, участвовать в обсуждениях, прокачиваться в разработке игр и получать актуальную информацию как о деятельности канала, так и о моих авторских программах обучения Unity C Sharp. На данный момент там уже есть множество бесплатных ресурсов, которые вы можете использовать для развития своих скиллов, выкладываются интересные посты о Unity, да и, кроме того, периодически проходят конкурсы и обучающие стримы. Поэтому буду ждать вас в наших рядах гейм-девелоперов. Кроме того, мы можем заметить, что кубик перемещается нелинейно. И нам может не очень понравиться такой вариант анимации. Поэтому нам также дали возможность на это повлиять. Мы можем при создании двина указать функцию плавности, с которой анимация будет выполняться. Я упоминал о них в одном из прошлых уроков, но если что, выглядят они примерно так. То есть в зависимости от функции плавности, ваша анимация может иметь разный характер изменения параметра со временем. И в дутвине это дело представлено с помощью инам, где мы можем выбрать подходящую нам функцию. Например, если я выберу линейную, то мы увидим, что объект наш будет перемещаться теперь равномерно. И с этим можно, естественно, экспериментировать. Отлично. Кроме того, еще одной частой и простой задачей является зацикливание анимации. Делается это с помощью метода setLoop, где мы указываем количество циклов анимации. И если хотим, чтобы анимация длилась вечно, то можем просто поставить минус один. А вторым параметром указываем характер зацикливания. Например, можем указать restart. Тогда анимация будет просто начинаться заново каждый цикл. Либо, например, yo-yo. И тогда анимация будет отыгрываться в обратном направлении. Давайте выберем такой вариант. И если зайдем обратно в движок и запустим игру, то, о чудо, наш кубик будет бесконечно бегать туда-сюда, как мы и хотели. Супер. И, как вы, я думаю, уже поняли, таким образом мы можем влиять на очень много параметров разных компонентов. Ну, давайте не отходя от кассы, например, сделаем анимацию вращения объекта на 360 градусов. Только дополнительным параметром тут укажем режим вращения fast beyond 360, чтобы вращение не закончилось сразу. Так как поворот на 360 градусов при стандартном режиме, он будет воспринимать как просто поворот из нуля градусов в ноль градусов и останется на месте. Смотрим результат и, о чудо, опять-таки все работает. На самом деле, таких твинов можно создавать очень много разных. Я, естественно, не буду проходиться по всем. Каждый метод очень удобно расписан в документации. Ссылку на которую я, естественно, оставлю в описании. Так что подобным образом можно экспериментировать с чем угодно. И перед тем, как перейти к более интересным примерам, хочется посмотреть на последнюю базовую вещь, которая довольно часто может встречаться. Это в процессе анимирования вы можете дестройнуть объект. И DoTwin начнет выкидывать предупреждение о том, что пытается анимировать то, что вы уже дестройнули. Поэтому желательно за такими вещами также следить. И самый хороший способ — это запомнить создаваемую анимацию и, когда нужно, дестройнуть ее с помощью метода kill. И дополнительно можно передать параметр true или false, чтобы анимация перед обрыванием перешла в свою конечную позицию, если это необходимо. Либо можно еще вызвать метод complete, чтобы анимация моментально перешла в свою конечную точку. Так как по умолчанию в DoTwin анимация после того, как заканчивается, автоматически дестройится тоже. То есть в целом эти два варианта без дополнительных настроек и приколов, о которых мы поговорим дальше, дадут вам аналогичный результат. То есть убьют анимацию и такой ошибки больше не будет. Отлично. С базой разобрались. Пойдем теперь к более интересным примерам. Сразу хочу сказать, что вот такие программные пакеты для Twinov изначально были придуманы для анимации интерфейса. Так как являлись более производительным и удобным решением, нежели стандартные анимационные пакеты. Однако использование не ограничивается только областью UI, как вы могли заметить. Ведь с помощью Twinov и некоторые геймплейные штуки в мире игры тоже удобно анимировать. Но вот сейчас для примера давайте попробуем анимировать с помощью несложных манипуляций стандартная попа-пакошка, которая может присутствовать в любой игре. За основу я собрал дефолтное по структуре окно, на фоне которого стоит антикликер, то есть просто картинка с затемнением или полностью прозрачная, которая перехватывает тапы, и тело, внутри которого уже располагаются элементы окна. Так что если не знали, как организовать попа-пап, то вот наглядный и простой пример, испытанный на множестве проектов. Теперь остается написать для этого дело классик и анимировать появление и исчезновение. Вот такой скриптик несложный я написал. И тут я решил использовать Canvas группу для плавного появления окна и анимировать его альфу. Соответственно, при шоу мы будем показывать окно, а при хайд наоборот скрывать. И теперь нам достаточно просто вызывать эти методы для показа скрытия окна. Для этого я завел класс, где мы будем работать с этим окошком. Логика включения окон довольно простая. Сначала мы должны либо инстанцировать окно из префаба, либо включить его, если окно уже находится на UI. И далее вызвать анимацию появления. И при скрытии наоборот. Сначала вызвать анимацию закрытия, а далее либо выключить объект окна, либо дестройнуть окно, опять-таки в зависимости от того, как у вас организована работа с окнами. Но, как вы понимаете, если я друг за другом вызвал анимацию закрытия и выключение объекта окна, то анимация не успеет проиграться. Поэтому пока отложим этот вопрос и пойдем посмотрим, как это дело выглядит. А выглядит это дело замечательно. Теперь наше окошко может плавно появляться и скрываться. Просто и со вкусом, как говорится. Однако, согласитесь, довольно скучно. Хотелось бы помимо плавного появления какие-то дополнительные махинации проводить. Например, я хочу, чтобы окошко выдвигалось немного снизу, плюс кнопка тоже появлялась с каким-то эффектом уже после открытия поп-апа. Однако возникает вопрос. Как реализовать такую затею? Ведь нам надо ряд эффектов выполнить вместе с появлением окна, ряд после, и то есть выстроить какую-то очередность анимаций. И, о чудо, опять-таки, такие штуки тоже можно делать с помощью этого пакета. Они называются секвенцией. То есть это такой специальный твин, который является, грубо говоря, набором других твинов. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сначала нам надо создать секвенцию. Делается это следующим образом. И дальше мы можем либо в конец очереди добавлять твин с помощью метода append, либо присоединять к последнему твину другой твин с помощью join, чтобы два твина начали выполняться одновременно. И получается так мы можем конструировать последовательность чередующихся, либо параллельно выполняющихся твинов в одну продолжительную анимацию. Например, я написал следующую реализацию. На ивейке окошка я запоминаю его положение на экране и рассчитываю смещение, из которого будет появляться окно. По х беру исходное положение, а по у смещение будет на половину экрана вниз по высоте. И далее при появлении формирую следующую анимацию. Добавляю плавное появление окошка. Вместе с плавным появлением присоединяю появление снизу. И после того, как это дело выполнится, добавляю анимацию появления кнопки путем изменения скейла из нуля к единице. И устанавливаю функцию плавности на outbound, чтобы был эффект пружинности при появлении. При скрытии происходит почти то же самое, но в обратном направлении. Плюс я никак не трогаю кнопку. Давайте посмотрим, какой результат это даст. Как видите, выглядит это довольно прикольно. Однако можно заметить, что если мы будем вызывать анимацию скрытия до полного завершения анимации открытия, то могут быть артефакты. Например, кнопка будет продолжать анимироваться при закрытии окна. И тут на самом деле можно работать по-разному, в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться. Я предложу такой вариант, который в целом может устраивать в большинстве случаев. Мы будем запоминать текущую проигрывающуюся анимацию, и в случае, если начинается другая анимация, то будем заканчивать текущую перед началом следующей. В целом мы такое сегодня уже даже делали. Я просто завел поле, куда запоминаю анимацию, и дальше перед показом или скрытием проверяю. Если поле не пустое и анимация еще активна, то вызываем kill. И потом стартуем новую. Ничего сложного. В итоге мы получаем следующий результат, что анимации скрытия и открытия у нас не зависят друг от друга, и будут адекватно работать и воспроизводиться в любом случае, потому что предыдущая анимация гарантированно будет выключаться перед началом новой. Можно подойти к этому делу чуть более дотошно, и делать полностью обратные анимации, чтобы это выглядело чуть плавнее. Но тут просто нужно больше времени и усердия. Кстати, дам еще небольшой лайфхак. Таким же образом мы в анимируемом объекте можем на он-дестрой заканчивать анимацию, чтобы при разрушении объекта быть точно уверенными, что анимация тоже закончится. Ну, до того, как наш объект пропадет. И таким образом тоже не будем получать от Дутвина предупреждения, которые видели раньше, связанные с разрушением анимированного объекта. Последняя проблема, которую осталось решить, это то, что нам надо дестроить или выключать объект окошко после анимации сокрытия. Эту проблему можно решить несколькими способами, и мы еще будем некоторые разбирать в дальнейших уроках. Но сегодня мы рассмотрим самый стандартный вариант, который предлагает Дутвин. Это добавление коллбека на выполнение Твина. То есть мы можем указать, что нужно сделать после того, как анимация отработает. И это мы можем задать как для обычного Твина, так и для секвенции. Для этого есть такой метод, как OnComplete, куда мы должны передать делегат с тем, что мы хотим сделать. И, как я сказал, мы такой метод можем вызвать как у обычного Твина, так и у секвенции. Вот для примера я тут написал, как бы это выглядело для нашего самого первого варианта анимации, а ниже для нашего текущего. То есть я просто пишу этот метод и внутрь передаю лямбдовыражение с теми действиями, которые надо выполнить по завершению анимации. В нашем случае выключить родителя окошко. Теперь, когда анимация отыграется, то вызовется этот коллбек и объект выключится. Однако хочется сразу сказать про дополнительные особенности ручного прерывания анимации. А именно про вот этот метод Kill или метод Complete, если мы используем его. То есть когда мы сами завершаем анимацию. По умолчанию, при ручном завершении анимации коллбеки отрабатывать не будут. Поэтому если мы хотим, чтобы анимация завершалась вместе с отрабатыванием коллбека, то должны указать дополнительно в качестве параметра True. За этим обязательно следите в каждой отдельной ситуации. В данном варианте, например, я не хочу, чтобы у меня вызывался коллбек, когда я убиваю предыдущую анимацию. Однако я, например, могу захотеть дать возможность пользователю вручную пропустить анимацию открывания окна дополнительным тапом по экрану или нажатию на кнопку. И в таком случае я могу просто создать метод, в котором буду вызывать комплит у текущей анимации, если она активна. И передам True в качестве параметра, чтобы при этом отрабатывали все коллбеки. Потому что тут уже просто пользователь решает пропустить анимацию. И это не связано с внутренней работой окошка и полным прерыванием предыдущей анимации. Теперь можно заметить, что окошко действительно выключается после завершения анимации сокрытия, как мы и хотели. Плюс я могу просто пропустить анимацию со всеми коллбеками по нажатию пробела или начать открывание-закрывание с прерыванием предыдущей анимации без коллбеков. Кстати, хочется заметить, что мы можем выполнять какие-то действия не только по завершению анимации. Достаточно начать набирать On у Твина, и вам вылезет несколько вариантов событий, на которые вы можете добавить коллбеки. Например, можете выполнять какие-то действия на апдейте каждый кадр, пока выполняется анимация, или как-то реагировать, если анимация паузится. Так что, думаю, этот вопрос мы закрыли. И все выглядит сейчас хорошо, однако мне не очень нравится, что окошко само решает, что с ним делать после завершения анимации. Потому что мы можем захотеть его, возможно, дестройнуть, если у нас система работает на инстансировании префабов, или выключить, если вдруг мы кэшируем эти окошки на сцене. Поэтому давайте дадим право выбора коллбеку тому, кто вызывает сокрытие этого окна. Думаю, так будет логичнее. Поэтому сделаем передачу коллбека параметром у метода height, и будем вызывать передаваемый коллбек просто. А при вызове метода height укажем, собственно говоря, выключение окошка. Теперь тот, кто включает окошко, отвечает и за его выключение. И мы можем удобно контролировать способ открытия и закрытия окна, и даже, возможно, добавлять какие-то действия поверх. Например, после закрытия окна можно начислить монет к игроку, или начать открывать другое окно. Супер! Поздравляю с завершением первого урока Пуду Твин в этой маленькой серии видео. Сегодня мы с вами поняли общий принцип работы этого пакета, разобрались как с базовыми твинами, так и с секвенциями. И кроме того, на примере разобрали то, как этим пакетом можно пользоваться, ну, например, для анимации окон в вашей игре. Однако хочу сказать, что это далеко не весь функционал этого пакета, и еще только малая часть примеров использования, которыми я бы хотел с вами поделиться. Поэтому в следующих занятиях нас ждет еще больше интересных способов применения. Мы поговорим о том, как можно оптимизировать твины, совмещать их с курутинами, и, конечно же, дойдем до более продвинутой работы с помощью тасок и асинхронщины. Поэтому жду от вас поддержки этого видоса лайком и комментарием, и, конечно же, жду вас в своем телеграм-канале, где также есть полно полезной информации о разработке на Юнити. Увидимся в следующем видео, всем удачи и пока-пока!